иногда просто по улице и дух и такой шикардос что не могу вам не снять это все уже цветение роз началось посмотрите какой куст боже мой боже мой какой шикарный курт всем привет друзья приветствую вас всех на своем канале сегодня очень коротенько мои новости последние друзья вот видите уже установили мне батареи большой комнате постелили назад этот ковролин страшный конечно не очень хорошо они тут все заделали но это наверное моя вина то что я сказала что я буду перестилать везде ковролин как бы doesn't matter но и они в общем конечно так немножко не очень хорошо это сделали но в общем бойлер работает фу-фу-фу-фу пальцы крестиком работу я полностью оплатила вот видите этот бойлер называется идеал он вот так выглядит включается можно бойлер вообще отключить можно включить только на горячую воду как у меня сейчас стоит на это вы все знаете это у меня тут некоторые говорят что я тут слишком объясняю все вот это вот для того чтобы водичка фильтровалась чтобы все тут было нормально на бойлер гарантия 10 лет и сертификат мне должны прислать сказали в течение двух недель но вот сейчас я ожидаю сертификат надеюсь что все будет в порядке только вчера вечером ребята закончили работать получается что они работали почти 5 дней у бойлера также есть вот такой пульт управления видите вот здесь можно включать выключать есть меню можно поставить на каждый день когда он будет включаться выключаться ну в общем тоже знаете все это друзья что касается моего бака в ванной медного о котором оказалось так много разговоров то ребятки были очень заинтересованы вы знаете они провозились там еще часа два с этим баком но они не смогли его забрать они хотели забрать я сказала что если сделаете и заберете пожалуйста себе бесплатно потому что я знала что бак больше чем дверь вот этого вот шкафчика наверное сначала был установлен бака потом была сделана обшивка поэтому ничего они не смогли сделать и даже медь их не заинтересовала и они мне так и бросили все с этим баком вот здесь еще конечно тоже они мне на безобразничали я вообще не понимаю как так можно вот они сорвали там была доска и установлен был у меня электрический обогреватель они эту доску оторвали оказалось что там вот так некрасиво под этой доской вообще зачем они и отрывали мне непонятно но в общем знаете как говорится я сразу не проследила и они уже установили этот радиатор вот на это как теперь я буду это все замазывать я ума не приложу вот так некрасиво здесь но вот то вот как то знаете спустя рукава немножко вот такой чудесный новый кран я установила на кухне смеситель вода идет очень хорошим напором горячее вот вы знаете холодная кстати даже меньше напор не знаю почему так получилось и вот здесь может быть кто-то помнит у меня был еще один такой смешной электрический обогреватель для воды вот они мне его сняли и опять тут обнаружились какие-то старые при старые обои другого цвета но здесь я буду конечно прожать и кухню свою я буду менять это все ближайшие мои планы вот видите здесь конечно я буду тоже менять ковролин и ламинат я вот теперь у меня вы знаете проблема возникла куда деть холодильник холодильник у меня огромный bosch я его совсем недавно купила тоже вот он двухкамерные видите внизу у него морозилка ну знаете я уже теперь даже не знаю показывать ли вам потому что люди пишут что они все и так знают зачем я показываю ну вот bosch и узнаете он такой огромный что видите он наверное сантиметров 60 шириной я теперь голову сломала куда его девать вот там я же хотела устроить зону отдыха вот этот вот островок я хотела вообще поломать вот если ставить вот здесь вот вот в эту нишу под окном этот холодильник то тоже получается в общем в общем не знаю оставлять его там он путь в общем то весь вид понимаете мне там ломает вот с бойлером не знаю что я в общем друзья еще как говорится очень много у меня всяких тут проблем которые нужно по по решать но это все постепенно по мере поступления конечно же возможность я не имею чтобы поломать вот этот вот камин тех кто вот так вот лихо мне все это рассказывают что поломайте камин уберите то уберите все поднимите окно поменяйте стекла нет друзья это я уже не потяну здесь в англии очень дорогие работы как я вам уже немножко сказала объяснила что даже вот поменять столешницу это вам обойдется 1000 фунтов 1000 фунтов это 100 тысяч рублей ну вот смотрите сейчас покажу вам что я буду делать дальше дальше я хочу сама поклеить вот такие вот обои в мая в мой вот этот вот коридорчик узкий такой непонятный и здесь вы знаете если сбоку смотреть не знаю на камеру наверное не видно или видно все таки вот он во первых очень неровный был и когда включаешь свет то вообще здесь какая-то дверь была раньше задела на все это видно но в общем я хочу вот такими обоями сейчас сама поклеить эти стенки в коридоре начну с коридора потренируюсь а потом возможно буду делать и в комнате в своей спальне тоже ну и параллельно я ищу себе мастеров кто может мне сделать ванную комнату кто может не модернизировать кухню и перестелить везде пол пол вот видите тоже они так побросали здесь как лишь бы как здесь даже не он не установили наверное dvp под ним которое было вот эти доски страшные вот они мало того что они страшны они еще знаете как по-английски говорят в обли то есть они все шатаются там внизу по идее бы надо и основу все сделать и вот опять же как говорится всем спасибо кто мне это все предлагает а сделайте так а сделайте сяк а уберите здесь а поставьте то друзья да были бы у меня деньги господи я бы вообще полностью уехала отдыхать отдала бы ключи наняла ли рабочих но так не получается поэтому у меня то тоже знаете есть задумки планов громадьё но я стараюсь меньшим бюджетом все это сделать поэтому пока вот так друзья вот посмотрите какие у меня настольные книги теперь кухня ванная комната вот знаете распечатала вчера хочу вам показать я же продолжаю искать как мне дальше кухню ремонтировать как мне дальше мою ванную комнату модернизировать и вот смотрите вот такие вот цены может быть кому-то будет интересно это я в специальный специализированный магазин вчера ходила потратила время ну вот смотрите душевая кабина вот стоимость все вместе они мне посчитали вот название этой кабины видите душевой и цена за душевую кабину без установки 622 фунта 87 сейчас покажу как выглядит эта кабина душевая дальше вот такая душевая кабина угловая 85 на 85 и она стоит 467 84 это без установки все вот я хотела настенные панели себе установить узнать сколько же будет стоить помимо этой душевой кабины нужно же еще и панели на стену чтобы закрыть все это вот панели 407 59 стоимость видите wall panel сейчас они вроде как модные говорят но это я взяла из самых дешевых так вот если я беру вот такую вот ванну не душ а ванну с экраном вот видите вот ванна такая стоит пятьсот пятьдесят девять пятьдесят один фунты дальше если я возьму просто на свою старую ванну повешу экран и заменю душ и смеситель вот так что здесь будет у нас вот стоимость и полная стоимость 273 83 это всего лишь поставить стекло душевое на мою существующую ванну и заменить смеситель с душем вот представляете такие цены разброс цен вот эти вот панели на стенные 240 на метр двадцать или на 90 сантиметров шириной и стоят они с ндс 177 фунтов одна штучка хотя мне сказали уверяли меня те которые ко мне приходили работники что это мне будет гораздо дешевле нежели я буду делать допустим кафель но они просто не хотят с кафелем заморачиваться кафель получается намного дешевле можно найти вот такие вот у меня друзья дела сегодня кому интересно